Полицейские Хасанского района предупреждают жителей о телефонных мошенниках и призывают быть бдительными. В этом году злоумышленники обманули 17 хасанцев. При этом на уловки попадаются не только люди старшего поколения, но и молодежь. О том, как не стать жертвой телефонного обмана, наш следующий сюжет. Ежегодно в полицию Хасанского района поступают заявления о фактах телефонного мошенничества. Завидным упорством жулики ищут и продолжают находить новые пути и способы отъема денег. Широкое поле деятельности для злоумышленников по-прежнему представляют сети интернет. Молодое поколение активно пользуется покупками товаров онлайн. И мошенники не упускают возможности обмануть людей, создавая сайты-клоны. Сайты-клоны. Похожие сайты. Хотят купить какой-то продукт, заходят на сайт. Сайт оказывается неофициальный. И делают покупку, переводят денежные средства, не обращая внимания на то, что денежные средства они переводят к конкретному лицу, то есть не организации. Как раз такой случай и произошел в этом году в Славянке. Человек решил приобрести ноутбук через онлайн-магазин. И не задумываясь, перевел деньги за товар на личный счет злоумышленника. Итог – ни денег, ни товара. Сумма ущерба составила 19 999 рублей. Не менее распространенными в последнее время стали действия, связанные с банковскими картами. Преступная схема выглядит так. На мобильный телефон поступает звонок якобы от сотрудника банка, который информирует о том, что с карты клиента происходит снятие денежных средств. С целью безопасности и предотвращения дальнейшего снятия денег вас просят продиктовать данные карты с трехзначным кодом, указанным на обороте карты и специальным паролем, поступившим в виде СМС на телефон. Обманутый человек покорно выполняет пошаговую инструкцию, ничего не подозревая. Спустя несколько секунд на телефон жертвы мошенничества поступает СМС о снятии денежных средств со счета. Бывает так, что пожилые люди, они одни, у них нет детей, нет внуков. Соответственно, хотелось бы, чтобы сотрудники банка лучше информировали пожилых людей, когда они оформляют какие-то карты, продукты банковские. Но также хотелось бы, чтобы, если есть внуки, дети, они современные, хочется, чтобы они информировали своих пожилых, родителей, как обращаться с банковскими картами, что не говорить никому секретную информацию. Подобные комбинации с банковскими картами используются уже много лет. Однако до сих пор находятся доверчивые люди, поддающиеся на обман. Не отвечайте на незнакомые номера, не доверяйте никому данные карты. Никто не имеет права интересоваться такой информацией, включая и службу безопасности кредитного учреждения. Мошеннические действия могут также совершаться с навязыванием личного контакта на улице, во дворе или при неожиданном визите в квартиру. Они наседают, они торопят, человек теряется, соответственно, называя секретную информацию, которую ни в коем случае называть нельзя. И мошенники этим пользуются и списывают счетов, денежные средства. Тем самым мошенники могут лишить денег со многих карт, потому что бывает привязка карт к телефону. Найти виновных в преступлениях, связанных с телефонным мошенничеством, достаточно сложно. Злоумышленники в большинстве случаев находятся в других регионах страны, пользуются незарегистрированными телефонными номерами и избавляются от них сразу после совершения преступления. Сообщите вашим близким и особенно пожилым людям о возможных мошеннических схемах. Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь с заявлением в полицию. Виктория Беляева, Александр Бабарин, Новости Славянки.